снова ребят всех приветствую сегодня я хочу вам показать как я затачиваю свои кухонные ножи значит пожалуй начну я с того как расположить точильный камень большинство людей располагают камушек гораздо горизонтально но я пробую затачивать скандинавские спуски и камень я располагал сюда следующим образом ну и с тех пор так не об это в привычку и вошло и так сегодня у нас на примере будет мой кухонный нож насталька z420 g2 это нержавейка и для наглядности давайте посмотрим на состояние режущей кромки насколько конечно камера позволит это показать я думаю так будет заметно что режущая кромка 10 бита полностью и сделали это ребята кости куриные кости и конечно для наглядности давайте посмотрим тест на листики понимаете никаком резь здесь не может быть и речи затачивать буду я нож на следующем камушке который называется трех он от смитов значит здесь у нас два арканзаса более мелкие средний камушек который называется файн и медиум и оксид алюминия грубый камень для начала я это сидела смочу водичкой здесь и наклеил скотч для того чтобы камень как как можно меньше прыгал на подставке я извиняюсь ребята за шум сегодня как бы будний день я нахожусь дома поэтому некоторые потусторонние шумы будут нам немножечко мешать итак вернемся к нашей заточки значит я положил сейчас нож полностью плоскости на камень и теперь начинаю его подымать до тех пор пока я не посмотрю не вижу что режущая кромка нашла свой угол то есть я буду постараюсь попасть тот же самого который был задан заводом теперь я нахожу свой уголок на котором я буду работать сделаю несколько более или менее сильных нажатий проведу по всей линии движущей кромки посмотрю что да я действительно попал свой угол на которого буду сейчас работать теперь я сделаю с другой стороны все точно также вожу полностью плоскостью на камень приподымаю до тех пор пока я не убеждаюсь в том что я попал в нужный мне угол также пару пару сильных движений чтобы появились царапины на режущей кромке чтобы мог посмотреть что я да действительно попадаю в тот самый угол который мне нужен итак я убедился том что я в нужном направлении и можно начинать точить хочу я следующим образом я должен вам сказать я не знаю правильно ли это или неправильно ну я должен заметить то что дело привычки сильная штука я считаю что данными движениями я добиваюсь неплохой рабочей остроты многие люди предпочитают следующим образом ничего не вижу в этом плохого но лично для себя я выбрал следующий момент то есть я к этому делу привык и точу только в таком положении и сначала я точу одну сторону до появления заусенца потом я перехожу на другую сторону я хочу другую сторону следующим образом то есть вот так вот было бы конечно правильнее делать это следующим образом чтобы мы видали постоянно нашу режущую кромку и как происходит на ней заточкой не заваливаем ли мы угол но опять же дело привычки я привык это делается следующим образом заусенец если он появился он прекрасно чувствуется ногтем пока я заусенцы здесь не наблюдаю сейчас я проточил нож с обеих сторон я выдал нужный мне угол немножко убрал тот грубо говоря серитер который здесь был я имею ввиду эти ужасные сколы которые были в основном ближе к пяти клинка еще раз я смотрю на то что я да в том самом угля который мне нужен и если я доволен всем что я до этого сделал продолжаю заточку а когда я точу на зернистом камушке я для начала прилагаю большие усилия для того чтобы сформировать режущую кромку потом нажим все будет происходить меньше и меньше и так ближе кончику ножа я чувствую появляется заусенец здесь его протачивать я буду минимально а вот к пяти клинка я заусенцы еще не ощущаю поэтому сейчас буду уделять внимание этой части клинка примерно от рукояти до середины клинка но я должен вас предупредить о том что не стоит нож точить частями это надо возможно но не в данном видео не с данным ножом поэтому когда мы прошли всю режущую кромку например какими-то участками я советую вам пройтись еще раз от основания до кончика ножа для того чтобы сделать равномерную заточку чтобы наш режущая кромка была выбрана по всей длине равномерно и одинаково также советую еще переворачивать камень для того чтобы он вырабатывался как можно равномернее чтобы мы счесывали камушек но еще раз повторюсь более-менее равномерно чтобы не выбирать где-то здесь либо здесь либо в середине больше иначе наш камень потом придется ровнять и оксид алюминия выровнять довольно сложно итак давайте же посмотрим на заусенец кстати как проверить заусенец очень чувствуется он ногтем если попробую подцепить ногтем а вы послушайте звук это ребята заусенец для наглядности с обратной стороны денет у заусенца такого звука мы не услышим здесь он есть итак я чувствую пальцем что заусенец практически по всей режущей кромки но опять эта часть у меня менее проточена уделяем не большее внимание хотелось ребята снять все одним дублем но заканчивается батарейка так что придется скоро отключиться и поставить батарейку на подзарядку так заусенец практически по все режущей кромки остался только этот маленький участок теперь заусенец появился на всей режущей кромки нужно это еще раз проверить чтобы вся длина режущей кромки была проточена вижу кончиком нужно еще немножко поработать ну вот друг другое дело теперь пожалуй там пока остановлюсь допил свой пройденный коктейль поставлю на зарядку камеру и в следующей части мы с вами сформируем вторую сторону нашего ножа то есть мы теперь заусенец этой стороны выгоним на эту сторону и так до встречи и так ребята пожалуй продолжим значит мы предыдущей части добились того что выгнали заусенец на одной из сторон в данном случае именно в эту он прекрасно чувствуется пальцем это признак того что нам нужно как заусенец выравнивать на другую сторону то есть противоположно выравниваем наш нож смачиваем наш камушек я думаю вам слышно как цепляю завесенец камушек проточили немножко и проверяем сейчас я чувствую что заусенец завернулся обратно на эту сторону это должно быть по всей по всей длине режущей кромки если это не произошло по всей длине режущей кромки а только местами это говорит нам о том что нужно еще протачивать протачивать смотрите яйца но если вам нужно сказать что это мы не можем конечно же 2 это в что все отлично за весенец мы обратно выгнали на другую сторону теперь этот заусенец нужно выровнять чтобы наша режущая кромка приобрела определенную остроту на данном этапе сейчас мы никакого усилия практически не оказывает аккуратно по всей длине режущей кромки мы выравниваем наш заусенец заусенец перевернулся на другую сторону обратно выравниваем заусенец проверяем то чтобы заусенец не находился ни на одной из сторон то есть чтобы нож приобрел некоторую остроту я сейчас чувствую что заусенец все-таки немножечко перегнул как вы обратили внимание я чередую стороны это я делаю выравнивание заусенца чтобы не завалить его на одну из сторон чтобы наш нож приобретал остроту итак грубая заточка на грубом камне я думаю что закончена и пора переходить уже к заточке а не формирование режущей кромки для этого мы протрем наш камень также нужно помыть нож от старого зерна от более грубого чтобы не повредить камушек и конечно же не сделать значит какие-то неровности на режущей кромки здесь ребят все тоже самое практически но усилия мы уже прилагаем минимальные практически под своим весом нож входит на данном этапе нож уже начинает затачиваться и сполировать режущую кромку очень важно не допускать чтобы из грубого камня зерно не попадала на более тонкий камушек то есть я советую даже вам понять это пальцами но это слышно на звук если попадается какая-то песчинка суда мы обязательно его услышим как мы только услышим что песчинка попала сразу же стоит промыть ножками вот всего совсем немножко движений нож уже приобретает остроту и на другой стороне сначала по всей длине ревещей кромки чтобы выровнять тот микро заусенец который образовался при заточке предыдущей стороны и когда мы уже убедились что мы в правильном угле правильно выбрали нашу позицию можно немножечко уже ускоряться желательно чтобы нож постоянно выдерживал определенный угол но это все ребята придет с опытом потому что выдерживать определенный угол сложно затачивать руками под разные углы это очень сложно для начинающего конечно человека который только начинает ознакомливаться заточкой на либо водных камушках либо на подобных камнях как у меня сталь ребята здесь очень мягкая подозреваю как мне кажется примерно около пятидесяти двух тире пятидесяти шести по роквеллу поэтому заточка этого ножа происходит относительно быстро но если мы будем точить какой-то нож из более благородной стали где заточка будет например пятьдесят шесть пятьдесят восемь по роквеллу то на это нас потребуется ремень чуть чуть побольше не говоря уже о таких твердых стали которые имеют твердой закалки больше шестидесяти по роквеллу там конечно заточка дается немножко немножко сложнее вернее не то что сложнее я сказал бы дольше также хотел бы сейчас ваше внимание уделить на то что не стоит перетачивать наши ножи то есть если вы чем дольше точите нож он не становится от этого намного острее вы просто либо залинзуете вашу режущую кромку либо просто убьете всю заточку и многие люди и должен вам сказать что считают количество проходов пока например раз два три четыре потом переворачивает нож и начинает опять отсчет я этим не занимаюсь я проверяю ребята просто-напросто заусенец заусенец можно на таких тонких камнях когда мы уже ведем заточку можно проверить следующим образом потому что показалось замер потому что режущая кромка уже формируется на более тонких камушках и здесь она больше полируется чем снимается металл поэтому как в предыдущем разе я вам показывал что это можно сделать и ногтем здесь уже это сделать немножечко сложнее поэтому если у нас есть заусенец который необходимо просто убрать можно проверить на ногте то есть мы наложим плоскостью ножа на наш ног и пытаемся наш нож царапать при этом немножко наш нож приподнимая если есть заусенец ног будет немножко поцарапан но если мы не царапаем наш ног иначе заусенцы здесь нету очень простой и старый проверенный метод сейчас я вижу что мой ног абсолютно не поцарапан это говорит о том что с обеих сторон наша режущая кромочка сформирована то есть нас нет никакого завала на лево либо направо то есть никакого заусенца не наблюдается то есть режущая кромка такая как она должна быть теперь еще немножечко пару движений для того чтобы убедиться что заусенца абсолютно нету ни на одной из сторон также еще мне ребята неоднократно спрашивали как лучше точить нож на себя либо тебе я не вижу здесь никакой разницы если честно может быть кто-то будет со мной это дело распаривать я с удовольствием выслушаю ваше мнение но я не вижу ребят никакой разницы хотя может быть она и есть я как бы ножи учился сам точить никакой литературы я практически не смотрел или не читал я смотрел только несколько видео о заточке ножей от миловидова я посмотрел одно видео и еще от одного парня он по моему из питера к сожалению забыл как его называть величать вот в общем то и весь тот материал который я прочел вернее просмотрел потому что ребята вот сколько я вам сказал бы так сколько бы вы не прочли сколько бы вы не посмотрели обучающих роликов это не даст нам ну никакого как бы применения то есть другими словами что я хотел вам сказать я хотел сказать то что нужна сугубо практика нежели теория понимаете теория конечно же важно но практика читаю намного полезнее и существеннее чем просто обучаться ну так как например да хороший пример так как обучаться карате по книгам в домашних условиях то есть без вымышленного противника и без спарринг партнера и так моем камушек были мы ребята с вами на медиуме переходим на файл в сторону также промываем наш нож и опять все по-новому попадаю наш угол заданный при начальной заточке на грубом камушке кстати это очень легко определить когда вы попали в угол когда мы попали на ребро где начинается наша режущая кромка мы почувствуем как металл очень прилично снимается а когда мы попадаем в режущую кромку там все дело происходит очень даже гладко то есть я думаю что если вы пару раз попадете на ребро и режущие кромки вы сразу об этом поймете даже если вы только-только начали заниматься заточкой проверяем завысенец я сейчас ногтем чувствую что завысенец у меня образовался на этой стороне поэтому мы ее сейчас будем протачивать здесь а есть это Продолжение следует... Вот, в общем, парни, и все. Подходим к завершению нашей заточки. Сейчас, конечно же, проведем тесты. Машины что-то разъездились. Вот, в общем, еще парочку движений. И проведем некоторые тесты на бумаге. В общем, эту стали, и вообще мягкие стали, я не рекомендовал бы полировать на каких-то пастах, потому что очень легко они зализываются. Они, я имею ввиду, стали. То есть, такой нож будет неплохо резать бумагу, он даже, может быть, будет брить, но вот, нарезать продукты он будет мыльно. То есть, никакой агрессивной движущей кромки у нас не получится. А, как известно, более агрессивная заточка намного лучше работает по продуктам, нежели заполированная в зеркало. То есть, я имею ввиду, залинзованная. Ну, вот и все. Пожалуй, сейчас немножечко здесь протру на ее рабочее место и проведем с вами некоторые тесты. Ну, давайте посмотрим, насколько этот нож хорошо заточен. Будет ли он вообще брить волос руки? Ребят, не знаю, насколько передает камера, но нож бреет. Давайте еще для наглядности. Не охота себе выбривать всю руку. Ну, и тест на бумаге. В общем, ребята, вот такой вот небольшой показатель. То есть, волос и листья бумаги, конечно же, не самый лучший показатель. Самый лучший показатель для теста нашего кухонного ножа, это будут, естественно, продукты, которые сейчас я буду резать. Но я, скорее всего, этого снимать уже не буду, потому что буду готовить. Там отвлекаться я не хочу, потому что время осталось у меня мало. В общем, подведем давайте итоги, что наточить нож можно. В принципе, было бы только желание. В общем, этого камушка, что я вам показал, этого набора камней, вполне предостаточно для домашнего использования, чтобы удержать наши кухонные ножи в более-менее остром состоянии. Ну и все, ребята. Надеюсь, больше у вас вопросов ко мне не будет, на каких камнях я точу. В основном на этих камнях я и точу. В общем-то, есть у меня еще в обиходе спайдерку, триангл. Есть у меня еще лански. Ну, лански я уже не пользуюсь, наверное, года пол. Есть у меня еще клон Апекса, который я пользовался один или два раза. Один раз я точно им пользовался, когда купил. И, по-моему, еще раз я им пользовался. В общем, я вам должен сказать, что нет ничего интереснее, чем затачивать нож собственноручно. При этом выбирая различные камушки, комбинируя их. Ну, я думаю, что я объяснил вам, в принципе, мой подход к заточке. Не знаю, насколько он правильный, либо неправильный. Я как бы только учусь. Хотя на житоче уже довольно-таки давно. Но все-таки в этой области нет предела обучения. В общем, все. Скоро ждите это видео. Сейчас я приготовлю что-нибудь покушать, смонтирую видос и запущу его для вашего просмотра. Ну, в общем, все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока. А теперь небольшой бонус для людей, которые досмотрели до самого конца. Конечно, не самый крутой материал для теста ножа. куриная грудка. Но все-таки, поверьте, я своей заточкой ну, очень доволен. Потому что работать острым ножом, сами понимаете, одно просто удовольствие. Нож просто впивается в куриную грудку. Как, наверное, опасная бритва. Я, конечно, может быть, немножко преувеличиваю. Но именно так мне это и кажется. На. Ну, все, ребята. Спасибо за просмотр. Еще раз. До новых встреч. Пока.